В Москву перебрались несколько фанатов питерского «Зенита» из авторитетных оклофутбольных коллективов. Чемпионство «Зенита» отмечаем. Мое именно поколение росло на ненависти к «Динамо». Это я могу говорить, что я бомж, а ты что сделал? Нам не запрещали секс, мы готовились, рвали, метали. Фанатизм – это вопрос идеи. И когда у тебя есть идея, мне кажется, свою идею надо отстаивать. Когда Швед отделился, он не тащил никого, за ним люди пошли. И я прекрасно понимаю людей. Типа, друзья. Ну почему типа? У нас даже чат общий есть. Всем привет! Меня зовут Антон Дорофеев. Постоянные зрители нашей программы, конечно же, помнят нашу рубрику «Пока все в движи» и помнят, как радушно нас принимал в свое время Дима Фрэнк из РБВ и Саня Белочник из «Кэпиталс». Сегодня у нас тоже экспериментальный выпуск, только разговаривать мы будем не на уютной кухне, а на пикнике. Проще говоря, на шашлыках. Дело в том, что по разным обстоятельствам в Москву перебрались несколько фанатов питерского «Зенита» из авторитетных оклофутбольных коллективов. Кстати, несмотря на то, что этот выпуск вы увидите позже, снимаем мы в день города Санкт-Петербурга. Но это чтобы вы понимали, что собрались мы по поводу, а не просто так. Извечные споры – водолазка или бадлон, поребрик или тротуар, и, наконец, шаурма или шаверма. Ну и, конечно же, будет старый добрый оклофутбол, который вы все любите. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будьте готовы написать комментарий. Это в движи, будет интересно! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, ребят, спасибо за приглашение на данное мероприятие. Поздравляю вас с Днем города Санкт-Петербурга, в первую очередь! И мы тоже поздравляем наш город! Ура! Ура! Чемпионство «Зенита» отмечаем! Не так сразу, не так сразу! Вон две звезды! Вспоминая вот свои вояжи в Санкт-Петербург, первый раз я там побывал в 98-м году, и вот обстановка города какая-то была лично для меня почему-то какая-то удручающая, все прямо вот казалось каким-то серым. Но вот как говорят все эти банальности про Питер, вот мне тогда так и показалось. Сейчас приезжаю вообще с удовольствием, красиво, все прекрасно. У вас, когда вы приезжали в Москву, может быть, первый раз, не сейчас, когда здесь живете, какие были ощущения от города? Расскажу. У меня главный встречный вопрос просто интересный. Ты первый раз в Питере когда был? Какой-то день? Нет, был месяц. Это осень была или зима? Ой, я приехал, это хоккей был. Мы со Sky играли. Ну, зима, скорее всего. Ну, наверное, да. Ну, зимой и сейчас как бы не очень позитивно. Ты просто без денег приезжал, а сейчас с деньгами. Ну, на самом деле, про Москву хотелось бы, знаешь, что сказать? Да, абсолютно. Вот у меня один в один такое же было состояние настроения. Первый раз я приехал в Москву, это был кубок, но я совсем мелким был, не считая, 99-й год. А вот вторые, там, вторые, третьи выезда, 2001-й год, 2002-й, вот эта грязь, около вокзала бомжи, вот эта серость, короче. Ну, бомжи имеется в виду, понятно, какие. Вот. И вот, и знаешь, вот эта вся вот эта история, вот, ну, вот я думаю, как же здесь вообще люди живут, блин? Как это вообще все вот это происходит? Ну, да, и вот это, плюс, опять же, да, ну, накладывалась все-таки наша, как бы, да, околофутбольная составляющая. Потому что я вот приезжал, мне страшно было первые разы, там, даже голову поднять. На каждой станции, ***, скауты, там, все это вычисляют туда-сюда. Там метро посмотреть, куда ехать, ну, прям стрёмно было, это круто, ну, именно адреналиново, классно, вот. И вот это, наверное, все вот эти чувства смешивались, и, ну, Москва вот какая-то такая была, вот, ну, такая вражина, вражеская, вражеский город. Потом, с течением, естественно, времени уже и ты стал старше, и город, на самом деле, да, там, как это, спасибо Собянину, вот, город действительно стал лучше, намного лучше. Вон строится, эти метро строятся. У нас, извиняюсь, в Санкт-Петербурге проспект ветеранов полтора миллиона на одной станции живет, никак не могут лет сорок уже построить там, как это, развязки. Вот, в Москве строится все, смотришь, вообще не успеваешь вот отследить вот эти станции, как чего. Вот, и сейчас, конечно, Москва уже смотрится по-другому. Скаутов тоже что-то нет вообще, вот. Ну, как, поэтому, вот, ну, примерно такие же ощущения. Сейчас, ну, в Москву, вот для меня Москва – это продолжение сейчас стало Санкт-Петербурга. Я иногда даже путаюсь. Очень часто там туда-сюда мотаюсь как-то, на два города, условно говоря, живу. Иногда мне кажется, что просто, знаешь, там, сядешь на зеленую ветку, там, и до Автозаводской доедешь, там, после Елизаровской, Рыбацкой, условно говоря. Ну, то есть, вот, два города, у меня иногда я путаю улицы даже бывает, что это Питер или Москва. Ну, вот, то есть, как-то вот у меня сошлось это все дело. Только в двух городах я дома, пока я гость. Только там, где Нева становится морем, я вижу Крымский мост. Прежде чем выйти в город раньше, надо было из отстойника как-то выбраться. Соответственно, вспоминается, всегда на вокзале запирали в отстойники. Единственный выход был открывать окно и через горьки по крышам выбегать на улицу. А дальше уже смотреть город. Сейчас извини, вот всем туда, футбол не футбол, мне запомнилось тем, что когда я стоял на эскалаторе и поднимался, и меня в спину просто толкали, типа, что ты здесь стоишь, ты не умеешь подниматься по эскалатору. Это первое понимание в Москве, что хорошие ребята как бы живут. Понимаешь, что когда мы спускаемся в Питере, ну, если опаздываешь, чуть-чуть ускоряешься, да, там, помог, вверх тебе поднимает. Это зачем напрягаться, как бы, а в Москве люди напрягаются и вверх, и вниз, и в этом плане, как бы, Москва очень сильно отличается. И это первое впечатление от Москвы было, это что здесь происходит, зачем вверх, блин, тебя и так поднимают, зачем тебе бежать куда-то, блин, потеешь, там, в метро жарко, все воняет. Ну, в принципе, то же самое у нас. Ну, сейчас на проезжение из Москвы в Питер переехало такое же, как бы, ну, тоже давно, наверное, на метро не катался. Да, очень давно. На МЦД ездили. Мне кажется, у вас до сих пор медленно ходят. Не, ну, все относительно, как бы, то съездить в Петрозаводск, как бы, там вообще спящий город, как бы, ну, там, если в Каде до Карелии доехать. Кстати, про скорость жизни, вот, это очень хорошая заметка. Когда жил еще в Питере, ну, понятно, рядом там, Финляндия, Эстония, Латвия, туда, Прибалтика все, когда это возможно было. Туда постоянно же, ну, все ездили, отдыхали, там, тусовались на выходные. И я все время вот удивлялся, ты приезжаешь туда, там настолько вот скорость жизни, скорость вот этого всего движения настолько низкая. Ты идешь просто и думаешь, люди, вы что вообще, чего вы тормознутые. А в Москву, наоборот, приезжаешь, и там все куда-то бегут, постоянно какой-то движ, там, пять утра, четыре утра, там, ночь, день, все что-то, короче, двигаются, там, звонят какая-то. Ну, для меня это дичь какая-то была. А теперь, ну, пожив, там, сколько, там, лет пять в Москве, условно говоря, приезжая в Питер, начинаешь, там, общаться с друзьями своим питерским туда-сюда. Вы что такие медленные? Вы что такие медленные? То есть скорость жизни, это вот такая вот интересная история. Ну, значит, правда говорят, это не стереотип, что, действительно, у нас все быстрее, у вас так все гораздо. Вы, когда приезжали в Москву, уже была вражда со всеми, кроме Спартака, условно. Сначала был у вас Спартак, такой прям враг, да, потом, соответственно, прибавилось Динамо, ЦСКА и все остальные. Вот вы застали период, когда все, кроме Спартака, еще более-менее нейтрально были? А, я застал период, когда все нейтральные были, точнее, нет, это уже совсем была вражда, кроме ЦСКА, наверное. То есть, когда я вот первый раз приезжал в Москву, это был июль, 5 июля 2000 года, матч с Динамо, первый выезд. И тогда, я помню, там встречали какие-то парни из ЦСКА, которые хотели там задружиться, там, давайте карифанить. Мы с ними, конечно, познакомились, но что-то карифанить не получилось по тем или иным причинам. Вот, кстати, большой вопрос, кто первый начал вражду с вами, Динамо или ЦСКА? Потому что там случилось событие на финале Кубки, Кубка 99-го, да, потом, соответственно, уже все знают, что там было. Смертельный случай, смертельный случай, да. Не, ну, 100%, это первое было Динамо, это был 99-й год, это вот выезд в Москву, вот это, как бы, арматурные все дела. Бродяга, трудяга может рассказать нам про это все. Вот, ну, в общем и целом, да, то есть, а уже потом, как-то все вот в 2000-й, 2001-й, и вот это все понеслось уже, как бы, с ЦСКА. Да, опять же, я, ну, абсолютно помню, это был то ли год, то ли второй, то ли третий, когда на Горьковской получилась потасовка, кони шли, причем там, ну, нормальным составом. И с Горьковской, как бы, ребята там, зенит на них прыгнули, вот, и у многих там людей не укладывалось в голове, ну, типа, а как, почему, ну, вроде как бы ЦСКА, ну, как минимум нейтрально там, ну, то есть, были такие мысли, были такая вот история, что мы же там вместе с ЦСКА против Спартака туда-сюда, а и, ну, это, опять же, все шло от старого поколения. Опять же, там, в конце 90-го, начале 2000-х пришло очень много молодежи, злой, агрессивный, как бы, да, и которые, да какая Москва, все, типа, все враги, всех будем бить. В таком ракурсе это была история, плюс, опять же, дичь Санкт-Петербурга конца 90-го, начала 2000-х, это зорницы. До сих пор, вот, я вообще не понимаю, как такое, там, ну, полный трэш. Люди просто с района встречались с другими людьми с района, болеющим за зенит, и забивались, причем забивы, там, можно было, а давай на гриндерах, а нет, давай на легких кроссовках. Я не буду рассказывать одного человека, у меня это прям шок был, контент, чувак, достаточно известный, ехали в поезде, вот, я с ним встретился, еще тогда, давно, и он мне рассказывал, ему, себе, как бы, не показывают, в зорнице пробили гриндером, то ли почку, то ли, ну, что-то, вот, какой-то орган, и, извините, у меня он ссался тогда, просто, ну, и все, вот, это вот просто, у меня в голове это просто не укладывается, какая история, мы, как бы, ну, словом говоря, за один футбольный клуб там, но, опять же, эта проблема связана была с чем? Тем, что не было в Питере, ну, другой сильный, да, да, и за это спасибо большое господам из Эллиенс, которые хоть как-то разбавляли эту тусовку, было бы еще кто-то, я всегда, вот, я, например, никогда не поддерживал эту историю, типа, один город, один клуб, для, если нет конкуренции, это везде, в движухе, в спорте, в бизнесе, везде, если нет конкуренции, все, пиши, пропало, все, до свидания, вот. Блин, Питер второй город, считай, по населению, конечно, странно, что там показано. И мне очень жалко было, что Динамо в свое время не развилась, питерская, вот, у них были там все, Локо, ребята, вот, кстати, мы вот с питерским локомотивом там еще давно, хорошо очень общались, они жили у нас там на районе, наверное, на ветеранов, вот, не помню, как их-то фирма называлась, хулиганская, они сначала за Локо Питер, потом Локо этот развалился, они уже там с москвичами как бы терлись, там ездили на выезда, но не было вот этой массовости, не было вот этих, как бы, возможностей, и из-за этого случалась, ну, полная дичь. Слава богу, это все в прошлом, так скажем, закончилось, тогда достаточно быстро, то есть, наверное, Зорницы там 2-3 года были. Мне кажется, Зорницы происходили года 2005-го. Ну, возможно, там уже какие-то, это подхватили карлики, там, что в Москве, что в Питере, на каждом районе было фирм по 30, по 40, и там и были культовые места, это Крестовский остров, это вот между Московской и Звездный парк, не было уже, как он называется. Сосновка. Сосновка, классика, там, ну, я... Басиляков, вот те же самые. Ну, да, вот, ну, там очень много было вот этих, точек, и даже вот люди, которые не в теме, говорили, ну, блядь, мы в выходные просто приходим, там, с ребенком или с собакой погулять, на одной поляне, еб***, друг другу бьют, на второй, как бы, ну, то есть, ну, трэш, как бы, ну, и вот, ну, для меня это была дикость. То есть, понятно, что люди все молодые, парни хотели, там, как себе что-то доказать, но из-за этого случались конфликты, ну, как ты можешь стоять с одним человеком, как бы, да, с тем же человеком, с которым ты только что ему щи, как бы, бил, причем квасил вообще в кашу, то есть, стоять вместе против какого-то, там, другого оппонента. То есть, для меня это, как бы, дичь. Я считаю, что одна из проблем того времени в том, что зенитская движуха по потенциалу, она могла быть намного выше, вот, но в решающих ситуациях, ну, не смогли, именно одна из-за таких вот этих причин, из-за того, что все разношерстные, все мы там, мы там, там, одна фирма, мы другая, да. Не, ну, правда, радио, мне кажется, это не проблема все-таки движения, а проблема любого клуба, что-то такая, ну, внутренняя конкуренция, в какой-то момент... У нас просто не было сплоченности такой, что когда, там, блю, Груль, там, эти общаки прошли, а потом, по сути, не было такого, чтобы нормально собраться, что-то сделать, даже Грулью в Москву толпой приехать, там, постоянно кто-то, что-то, как-то, это, мы крутые, мы не крутые. Интриги, да, да, как бы Санта-Барбара. А нет, чтобы в одном городе, одна команда, вместе, там, как-то, что-то делать, ну, никому не интересно. Все, каждый, каждый, как бы, перетянул одеяло на себя, ну, понятное дело, там, кто это мог себе позволить, как бы, и есть за что, как бы, а кто ни там, ни сям, ну, извините, как бы. Я, как раз, возвращаясь к вопросу Антона, с кем начиналась, как война, вот мой, так сказать, движ к хулиганстве начался, наверное, года 2003-го, вот, и, соответственно, мое поколение, мое меня росло именно на ненависти к «Динамо». Ну, вот, потому что все видели, что происходило, были какие драки, вот, то есть поножовщины, даже смертельные случаи были, к сожалению. Один. Один. Сейчас, надо, на самом деле, за сегодняшний день табло вести такое, знаешь, сколько будет вспоминаться этот момент, короче, типа, уже два, в копилке, как бы. Нам надо второй игроку заводить, этот речной вокзал, сколько? Ноль, ноль раз. И, ну, знаешь, типа, в конце кто выиграл. Соответственно, ребята, те, кто постарше, уже были со шрамами от ножевых ранений, там, это армотур, проломленные головами, потом видел краски с речного вокзала, где ребят со снайков добивали жестко, и вот, краски, мое именно поколение росло на ненависти к «Динамо». Только к «Динамо». То есть «Спартак», «ЦСК» и остальные клубы – это как развлекуха, а если «Динамо», это вот прям надо стоять до последнего и добивать. Вообще, кто-нибудь из вас был, когда события были перед речным вокзалом на «Стрелке» с «Динамо»? Я был, да, и на самом деле тогда то состояние, то, ну, собралось очень много народу. Уже на тот момент старые там люди с 90-х подтянулись, вот, вот вся вот эта градус агрессии, вот эта, он, ну, серьезно, очень сильно зашкалил. И люди, которые тогда собрались, там порядка 200 человек собралось, все очень сильно, ну, все очень, мягко говоря, были злые. Ну, все вот эти события, все вот это, градус вот этого напряжения, он был тогда максимально высок. И, к сожалению, получилось так, что по разного рода причинам, там, фактически, молодежному составу «Динамо» тогда на «Стрелке» пришлось отдуваться. И люди, которые не имели никакого отношения к до этого событиям, там, да, прошлых лет, так скажем, они очень сильно получили. Я знаю, ну, какие травмы там люди получали. Ну, но это была вот прям такая вот агрессия в балканском стиле, что называется. Что-то немножко отматывая к событиям, которые на «Стрелке» были, потому что очень много говорят про речной вокзал, а вот про те события говорят мало. Вот просто интересно сейчас, поскольку ты говоришь, что там присутствовал. Мимо просто шел, если что. По набережной гулял. Видел балканский стиль. А что там вот, что именно тогда подразумевалось вот этих балканских стилей? Ножей я не видел. Да, были, как бы, бутылки, ну, это классика того времени. И было достаточно много фаеров, да, прижигали. Но, опять же, надо брать вот тот исторический, как бы, контекст, третий, четвертый, пятый, шестые года. Также вот, когда было пересечение на Ладожской, на Шабе, кони проезжали хорошим составом, там, галанта, ярко было. И когда была драка на Ладожской, четвертый год, тогда также вот у нас там был парень, вот, ему прямо вот в лицо так же, ну, то есть толпы просто куда-то фаер, вот так вот в лицо прижег. Ну, то есть это было, нельзя сказать, что это, знаешь, питерский стиль, условно говоря. Ну, было везде, в любой теме. Фаер достал, там, ткнул. Кто почестнее, там, может, не в лицо. Ну, то есть такое было. Чтобы специально людей, как бы, которые там лежали, добиты, тыкали вот так вот фаерами, ну, такого не было. Это, ну, точно. Во время там вот этой всей темы, возможно, было. Вот. Но имеется в виду, просто надо же понимать, если бы у Динамо тогда был хороший состав, прям была бы жесткая очень такая рубка. Вот. Ну, были ребята молодые, которые пороху не нюхали, естественно, ну, выйдя на такую историю, достаточно быстро там легли. Вот. Естественно, вся злость эта, да, она, ну, вылилась. В тот момент на этих людей. Ну, вы эту злость так впитали в тех людей, которые там получили, что... Не, ну, она же взялась тоже не из ниоткуда. То есть, понимаете, ну, всего есть контекст, как бы, в своем отношении там Динамо и Зенит, и контекст, это событие нулевого года, как бы, ну, потому что я там буду еще обывателем, ну, просто я там на футбол, ну, мое видение того момента. Я выхожу из метро, слышу где-то по-большому заряда, там Динамо, Динамо, Москва, Москва, со всей толпой начинаю двигаться в ту сторону, ну, просто, не знаю, там что-то покричать, как бы, там, показывать факи, как бы. Один боюсь. Не, ну, там все пошли, там, мы пошли, там, старые, там, ну, Невский фронт и прочее. И в какой-то момент оттуда начинает прям вылетать куча, куча камней, бутылок, арматуры. Ну, то есть, просто это какой-то град, ну, все разбегаются, кто-куда там, в по трибунку дальше, ну, не в по трибунку, точнее, в подход, в метро, в переход. Дальше уже люди выходят, уже драка происходит где-то у юбилейного, у часовни уже, не у кафе, а у часовни лежит как раз тут парень, я его видел, ну, своими глазами, ну, лежит накрытой курткой. То есть, и надо понимать, что вот в тот день, ну, весь город, ну, ненавистью был пропитан. То есть, там, все поехали к вокзалу, то есть, там, фанаты, не фанаты, как бы, просто, там, какие-то ходили там бандиты вокруг вокзала с пистолетами, как бы, ну, потому что чисто за парня была какая-то ненависть у людей. Ну, и она стала тем самым контекстом, который влилась уже в события и четвертого года, и позднее пятого года, и там, наверное, продолжалась у кого-то там до десятых годов. Я сейчас сказал, что поехали все на вокзал, у меня отлично, прям в памяти, я не помню, 99-й или 2000-й, наверное, все-таки это было, ну, как-то, ну, где два года, два года эти смешались, потому что я до сих пор, когда в Питер приезжаю, у меня вот такая, не дай бог, никого, 99-2000, ну, это, блин, это реально было страшно. То есть, приезжать, ну, ехали же все. Ну, а я, поскольку сильным нравом-то не отмечался, никогда там никаких бригадок не состоял, но я все равно ехал, и было страшно, вот, и я помню, как мы стоим на вокзале, я и самый главный ему динамский друг Илюшу Бостон, и подходит, как сказал, трудяга-бродяга в своей знаменитой клетчатой рубашке. Он до сих пор мне ходит, сколько же лет прожила, да-да. Нет, державка, здесь третье, он говорил. Вот, подходит и начинает с Ильей разговаривать, причем, ну, разговор абсолютно такой нормальный, там, ну, что, будет, что-то будем делать, а я все на это смотрю, блин, ну, там, недавно там просто выворачивались каких-то камней, какие-то поленьи летели, тут два человека стоят, разговаривают, абсолютно нормально что-то обсуждают. Для меня такой немножко шок был от происходящего всего. Когда у вас Москва стала все враги, не было какого-то, не то что страха, опасения, что, блин, ну, ездить туда теперь придется, там, ну, сколько там, пять раз, там. Ну, или шесть за истиньдесятка. Там, Раменская, еще там, еще что-то. У меня в это время, как раз таки, все выезда начались, и это Москва у нас всегда была обязала, потому что в Москве всегда можно было найти что-то интересного, приключений, вот, поэтому, выходя, опять же, с вокзала, когда уже перестали брать кордоны, закрывать на вокзале, выходя на улицу, и вот так, накидываешь взглядом, сразу еще то время, когда вот эти кепки клетчатые, вот всякие к восклатному барбаре, и куча людей сразу же тебя спалил, и такие в стороночку отходят, там, звоночки начинаются. Ну, вот, ты понимаешь, что здесь тебя ни одна команда, ни две, ни три встречают, а больше. Поэтому приключения в Москве всегда можно было найти. Москва всегда для нас таким, как бы, городом было, конкурентным, да, то есть, ну, приехать, себя доказать, себя как-то, там, проявить, может быть, даже небольшими составами и было, ну, что вы, что, греха-то есть, несколько таких выезжей, так скажем, ну, на левые для нас, как бы, мы считали, игры, там, ЦСКА-Динамо, там, например, ну, в таком духе. Когда нас не ждали. Да, ну, условно говоря, мы-то, мы, естественно, из своих соображений сходили, понятно, что Москва, ну, в Москве все всегда готовы. Это в Питере, там, все на расслабоне ходят, то, да, ничего, тут все свои, условно. А там всегда, любая игра, все готовы, там, были, да, к приезду, как бы, оппонентов, не важно, там, с одного района, с другого приезжают. И мы вот такие вот, приехали ландухи питерские, там, на, там, в двухтысячных, на матч ЦСКА-Динамо, там, в тридцатку, в надежде просто, ну, найти каких-то оппонентов. И кто-то тоже такую фразу кинул, что, типа, вот классно, как бы, ну, здесь точно своих не будет. Потому что в Питере, вот, когда там какой-то футбол, ты идешь, там, непонятно, банды какие-то, бандули, банделасы, там, вообще, хрен поймешь, какое-то название, там, там, да, 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 Лас-Попис, Херопис, и ты ешь, свои, не свои, вот, все, 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 зенит, непонятно, как бы. А тут, приехал, все, ну, как бы, все, кто не мы, как бы, да, все, все оппоненты. Такие же парни просто лица не знакомы. На речном по итогу кто-то был? Нет, там были ребята. Ну, были из змеиных. Да. Ну, пауза такая, просто нет. Видео, конечно, страшное, что сказать. С другой стороны, я смотрю немножко, еще раз, как не участник всего событий, всех этих событий, да, понимающий, что происходит, но не участник. Мне кажется, что страшно. Бостон тот же самый смотрит, я, когда снимаю его 20 лет. Он смотрит, слушай, Антон. Ну, а что страшное? Это что, там, фильм мужеств или хонор какой-то? Чем оно страшное? Сильно их не били. То есть, если это по питерским понятиям, то, что там, били, убивали, могу сказать по-московски, на то время, это лайсуха. Ты понимаешь, там, ну, ситуация-то была такая, что противоположка вот стрелки, потому что фактически ребята вывезли там, ну, молодежный состав тех, ну, ребята там толком нигде не были, фактически. И также попали под расклад очень злых людей, которых было много, и как бы, ну, и не разбирали там, кто чего. После этого, там, много ребят завязало, вот, ну, мистер Тушкан, там, рулил этим процессом. Я считаю, что здесь, ну, что с одной стороны, что с другой, вина лидеров, лидеров движухи, которые это организовывают. Просто, если ты знаешь, что ты можешь попасть, ну, под жесткую историю, под жесткий пресс, и ты видишь, какой у тебя состав, и знаешь, ну, даже в те времена всегда, ну, информация какая-то там была, что письками не мерятся, ну, зачем людей подставлять, зачем вот эту мясорубку, да ну, просто, ну, сделай расход, или там, ну, каким-то образом, там, по-другому сделай умнее, вот. Поэтому, вот, это, ну, как с войной. Олеж, можно по поводу, ну, по поводу лидеров, да, согласен, то, что у нас часто было, в основная масса была всех, даже забивонов, не забивонов, это было так, что все, многие шли на условия Москвы. Вот, просто лишь бы, чтобы хоть что-то получилось. Потому что движухи нету, все сидят, консервы, блин, просто, инкубаторские. Движухи нету, если... А здесь вариант есть. Ну, понятное дело, будет. Ну, блин, я всегда, знаешь, придерживался такого мнения, что надо наебить так, что... Ты понимаешь, что тебе наебить будет. Ну, наебить так, чтобы ты не понял, чтобы они не поняли, что ты их наебал. Ну, Москва, почему-то, всегда, больше наебит. Ну, надо было наебать, наоборот. Ну, блин, супер. Мне кажется, всегда, знаешь, со стороны Москвы они наебали. С нашей стороны они наебали. Все друг друга наебают. Так это нормально. Ну, просто, когда люди, реально, были моменты, ну, опять же, там, мы когда в Сидегате были, мы с Сидегатами на тему ездили, там, 10 человек, там, грубые, там, с ними катались. Были, по-моему, да, с профессиональной семьей была тема. А до этого мы там с мясом зарубались. Да, красиво, все. Ну, езда там тоже было, видишь, вдалеке мясо стоит. Я такой, а что за стадо такое? Коровы, что ли? Я такой, не, это мясо. Б**, лучше в коровы. Ну, там, ну, огромная какая-то х**ня такая была. А потом, когда с провинциалкой, у нас пацан был, Андрюха, если не ошибаюсь, ему, короче, бошку отбили так, что, типа, он начал, не то что заикаться, он вообще потерялся, как бы, он там долго лечился, как бы, после этого. И когда говоришь человеку, б**, я такой состав вывозить, тут покалечили половину, как бы, еще что-то. Почему не было такого состава, как в прошлый раз? Мне было все за**бись, типа. Ну, как бы, у каждого свое мнение, я считаю, что был неровный состав. Потому что я видел люди просто, это как бесконтактный бой, короче, типа, оля такого плана. В прошлый раз такого не было. Ну, и получается, кстати, моменты, что на честном все, я честный человек, я не буду на**ывать. Ну, на чтеный, и у тебя пацаны пострадают. Тему просто к ненависти Динамо, ну, такой забавный момент, ну, действительно, для, ну, нашего поколения, ну, там, Спартак, ЦСКА, ну, все нароносканы. Спортивный интерес. Да, вот с Динамо как-то вот, ну, все вот эти события, если ты, вот, да, люди стали взрослее, понимают все эти расклады, там, смотрят уже, как бы, не так. Ну, тогда, по молодости, вот, вот это все, вот этот градус еще такой вот этой агрессии, все вот эти истории, ситуации, ну, ты прям пропитываешься такой ненавистью к оппоненту. Ну, с моей точки зрения, это абсолютно, ну, это не наш, как бы, стиль, это не стиль русских людей. Зачем, как бы, калечить такого же русского человека, как и ты, просто, ну, там, с литерой Д. Вот, ну, а тогда это воспринималось немного по-другому. И, так как я воспитан в этом времени, знаешь, я переехал в Москву и еду там в метро. У меня, вот, для меня буква Д, это, знаешь, вот, как для быка вот такая вот эта красная тряпка. А у вас передача только про букву Д будет? Может, вы другие какие-то темы тоже поговорили? Мне нечего просто сказать, потому что я еще до этого ходил в школу, как бы. Мы про другое тоже расскажем. Вот, и я, знаешь, как ты себя на мысли понял, я вот так еду в метро, вот так, это уже сколько, ну, там, 19-й год уже, да, я взрослый, как бы, парень, да, я вот так еду в метро в Москве, и, знаешь, я вижу чувака обычного, у него там то ли, а, у него кепка Динамо, вот. Ну, в Питере это, понимаешь, это, ну, для многих, это как раз, я ловлю себя на мысли, я вот так вот еду, вот так вот, на него вот так вот смотрю, короче. Ну, обычный там, а тип просто обычный, он, знаешь, не знает, куда глаза там деть-то фактически, ну, а я что-то в своих мыслях там вспоминаю, какие-то истории там, вспоминаю, как у Тифи там в свое время на говне на нас прыгнули. Да, 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 да. Ну, в себя прихожу, типа, ну, дружище, все нормально, ну, вот знаешь, чтобы настоящий стандартный вышел. Да, да. Я знаю, что у меня просто что-то сразу в голову такая мысль пришла. Это были те времена, конечно, не хотелось бы возвращаться к ним, вот, но они были, их не вычеркнуть, и вообще нашу историю надо ценить и уважать, и как-то к ней более критично относиться, и к истории взаимоотношения «Зенита» и «Динамо». И я бы, со своей стороны, знаешь, такое сделал, как, ну, не жест доброй воли, но... Простил их всех! Нет, 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 нет. Послушайте, ну, все помнят старую фанатскую историю, все раньше снимали с друг друга шарфики, да, но это классика. Шарф – это твое знамя, там, туда-сюда, там, ну, в конце 90-х, начале двух, даже там, чуть дальше, шарф считался, ну, там, символом своего знамени, и люди, ну, к шарфам относились, ну, более уважительно, чем сейчас. Ты пришел там, или сейчас, как у нас там, на «Газпром-аренте» бесплатно дали, хот-дог тебе дали, все, все, ну, как бы, и на «Авито» сразу, походил на футболе и на «Авито» за тысячу рублей продавал. Раньше все фанаты очень серьезно относились к своей атрибутике, в том числе к шарфам. И у меня есть, так скажем, в коллекции шарфик «Динамо». Он был реально снят, это, ну, это реальная история, но это не героическая, к сожалению, история, не рассказать. И, знаешь, я, ну, готов, вот, мы потом с ними где-нибудь встретимся, тебе его, как бы, передать, знаешь, как, обратно вернуть за нами. Я надеюсь, что тот человек, с ним все хорошо, он жив-здоров, и может даже увидеть твой выпуск, вспомнит, всплакнет, как бы, и скажет, ну, типа, знаешь, «Знамя вернулось», ну, как бы. Да, да, мне кажется, это классная история, и она, и она, вот, мы долго еще про «Динамо» говорили. Долго, уже с доброй волей, вот к чему он шел. Да, так скажем, поставим жирный восклетательный знак на этой истории, и будем, как бы, двигаться дальше. Все. Продолжаем наш максимально культурный отдых, поскольку только у нас вот как раз сел центр застолья, и же стакан в центре. У тебя есть история, связанная с бывшим футболистом «Зенита», потом футболистом «Спартака», потом снова футболистом «Зенита» по фамилии Быстров. История была следующая. Он вернулся в Петербург, в принципе, когда все только узнали, что он возвращается, ну, всем очень не понравилось. И так получилось, что первая матчка Быстрова, который был, это был матч за сборную. Они ехали на поезде, и как раз очень много народу, чтобы высказать свою общественную эфи по поводу этого чудо-трансфера. Приехала на вокзал, встретила его на вокзале. Я думаю, там может видео вставить и как бы... Высокский я! Высокский я! Высокский я! Высокский я! Высокский я! Высокский я! Один человек решил подарить ему футболку, и эта футболка полетела Быстрову в лицо на вокзале. Он куда-то обиженно ушел. Футболку, в свою очередь, подобрали. И эта же футболка... Нет-нет-нет, не в туалет. Эту же футболку потом так получилось, что я хотел ему подарить по окончании матча Россия Лихтенштейн. Подбежал к нему, хотел... Ну, вручить, вручить хотел. Дальше начались какие-то недопонимания со сборной. Футболка была вручена, и я на эйфории от происходящих событий убежал и, в принципе, даже радовался, что все так для меня, как оказалось на тот момент, спокойно закончилось. Иными словами, ты выбежал на поле с какими-то претензиями к господину Быстрова? Ну, иными словами, да. Фанатизм — это вопрос идеи. И когда у тебя есть идея, мне кажется, свою идею надо отстаивать, и отстаивать правду, которая есть за этой идеей. И, да, ну, какой-то такой беспринципиальный трансфер, ну, ни для кого. То есть, как даже сказал потом Панов, который оказался тоже переобулся в прыжке, я себе такой возможности в «Зените», как бы-то там в начале нулевых, в принципе, не представлял. Уйти из «Зенита» в «Спартаке»? Нет-нет-нет, просто признаться, как бы, что ты за кого-то там болел в детстве даже. Что он же потом тоже переобулся и сказал, что я там с детства за «Спартак», как бы, ну, болею, как бы. Да, Саша Панов. Нет, он на самом деле, насколько я знаю, он уже потом связался с кем-то там из «Спартака» каким-то, ну, обычными там болельщиками, и начал с ними как бы общаться, и, соответственно, такой, о, классный вообще движуха, все, и начал там гонять за «Спартак». То есть, в детстве он не болел, он в «Колпино», ты попробуй за «Спартак» поболел. В детстве он болел чем-то другим. Ну, по его же рассказам, он болел в наркомании. Да-да-да. В «Колпино» попробуй поболеть в детстве чем-то другим. Это «Колпино». «Колпино», да, суровый район, 90-е, 2000-е, да, там тяжело. Выжил, спасибо, что живой. Ну, да. Поэтому я как-то к Панову, кстати, вот отношусь, ну, более-менее. Ну, дурачок такой, как бы, комнатный, но, в общем, в свое время там он неплохо за «Зенит» поиграл, и хорошие мячи забивал, ну, а потом что-то… Особенно на «Парк де Пренс». Да, на «Парк де Пренс», но все-таки надо отдать должное. Все, я считаю, что Панов для футбола, для «Зенита» и для сборной сделал больше, чем «Володька Быстрова». По поводу «Быстрова». Его двоюродный брат, он в синдикате был. Троюродный. Троюродный? Троюродный. Троюродный брат. Он долго не говорил, но потом мы его раскололи, и мы узнали, что это брат «Быстрова». И он, конечно, у нас в синдикате был, короче. И с нами также ездил на ЗБО, на все, мутил с нами. Он как раз, когда был этот самый, когда мы в Блоком были, в Бриге, мой был групп и синдикат, мы на Садово когда лупились против мест, там, ну, кто говорит, что не сотка была, у нас тридцатка, короче, в общем, была. Мы в вагонах лупились, на 20 минут поезда ничего не ходили. Посредний, грубо говоря, футбол какой-то либо был в городе, который я запомнил. И он как раз там тоже был, ну, как раз его вытащили типа из двери, он там по перрону порошок, голову такую прикрыл, ему там подносовали, я его за шкирку домой, Виталик, он такой, спасибо. Ну, на самом деле, все, что могу сказать про Брюстрова. Смотри, брат за него искупил вина, получается. На пацанку бы. Как бы к нему вопросов не было, ну, Стёбы были, там, брат, брат, там, все дела. Но в семье не без урода. Несколько раз прозвучало ваше прозвище замечательный бомж, как вообще в Питере относились к тому, что вас бомжами называют? И относится до сих пор плохо. А можно сейчас по поводу этого, знаешь, как бы, когда энное количество лет уже прошло, ты там кровь, там кровью и потом заслуживаешь, ты там свое имя, не имя, там за конторы дерешься. И кто имя-то стоит, не знаю, кто это. Он такой, вот там, мы там бомжи. Я такой, а кто бомж? А почему ты так говоришь? Что ты сделал? Это я могу говорить, что я бомж, а ты что сделал? В Москве, там, кто мы мясо, да, там, в принципе, мусора, злые мусора, там, да, это считалось нормально себя так называть. Кони, ну, естественно, они там, мы кони, там, и так далее, там, да? У вас там, ну, как бы, мы бомжи, как-то? Ну, как бы, я скажу, было такое еще даже в начале нулевых, была такая песня, убив ней дамы мешки, и им даже били е**ало за эту песню. А, мешки, ты знаешь, старое прозвище «Зенита». И, соответственно, когда это переключевало еще название бомжи, это стало еще, как бы, более неприемлемо. Ну, я могу сказать по этому поводу, что я умею на собой там смеяться и все дела, я не к критике нормально отношусь. А момент такой, то, что, знаешь, я бомж, да, там, все дела. А когда человека бьешь, он плачет, ну, не плачет, ладно, как бы, просто, даже просто пи*** получает от бомжа. То есть, блядь, ну, если я, у меня погоняло, мы, значит, по грубо говоря, унижают, такая, я тебе силы, сразу привоскажу. Мешки, да, бомжи, да, но было еще такое название, любили нас, причем я даже не помню, откуда пошло, было еще так о тем, крысы. Крысы-самарцы были уже. И это, нет, было такое, да, помню. Самар, самаров тоже называли крысы, но было. Ну, причем, хуже крысы бы, чем бомжом. Нет, ну, как бы, ну, нет. Обидно, обидно. Объективно лучше я бомжом буду, чем крысы. А объективно, почему, это же все и шло с, ну, блокадной этой истории, которую мы все, да, ну, вообще, сначала блокадные крысы, потом просто крысы. Вот опять, вот, я знаю, откуда это пошло. Значит, был баннер на матче Динамо-Зенит, там было не блокадные крысы, а там крысы народного газа, там то, что Газпром и так далее. А потом, почему-то кто-то у вас переделал, вот это блокадные крысы. Нет, тогда там близко, этого не было, даже фотографии можно найти баннеры этого. Я понял, но ты говоришь, мы не говорим про разные времена, это пошло, причем я могу сказать откуда, времена, вот начало вот этих гвоздьбуков, у Зенита было два, так скажем, ресурса. Было Unscrone, еще старое. И был, да, Troubles, Troubles Org, что-то там как-то он назывался. Где как раз на заставке была крыса. Да, и там была как раз на заставке крыса, опять возвращаясь к трудяге-таксисту, вот, он занимался администрированием, и откуда-то он услышал про эту крысу, что типа крыс называли, ну типа мешки обидно, типа бомжи как-то тоже не солидно, ну а крыса прикольно, типа нашел он где-то эту крысу, и вот она такая крыса в капюшоне была, типа, и все, и поставил ее на Troubles, и вот оттуда, это был, ну, 99-2000 год. Я еще в школе был, у меня глупо. И, соответственно, ну, это естественно как-то не сильно прижилось, но вот кто-то там иногда, если там из старой гвардии, крысы-крысы, ну типа, что там, питерские крысы там, вот, то есть, ну, как говорится, ну, как только не называли, что называется, вот, но... Ну, сам себе не придумаешь, как чтоб тебе назвали, знаешь, погонял, и я буду, там, богом Тором, б***й. У нас не было денег, мы одевались как босота, так, по сути, мы босотой-то и остались, как бы, просто сейчас немножко жизнь поменялась. Заканчивая прозвище, я фанат Зенита, я болею за Зенит. Кто такие бомжи, я понятия не имею, Зенит чемпионат. Ладно, выделился. А, да, не, не, ну, на самом деле, как бы, ну, там, астей пидорасом назовут, как бы ты пидорасом будешь, как бы, ну, чисто в прикол, я пидорас. Не, ну, ты из края в край начинаешь. Ну, праздник, да, качество, как бы, ну, не, ну, просто в моем понимании есть, ну, какое-то самоуважение, ну, в этом отношении. Я, может, как бы, сейчас, скорее всего, пойду радикально от всех остальных, как бы, ну, я название бомжи никогда не воспринимал и до сих пор поправляю людей, даже, как бы, которые пытаются сказать шутку, как бы, ну, и пытаются нормально доносить, что шутки можете оставить при себе, как бы, ну, там, где-то, может, ну, на футболе в своем коллективе вы можете шутить сколько угодно, как бы, ну, но уважение к собеседнику, мне кажется, надо иметь. Ну, вот здесь вот то, что я начал жить в Москве, и вся тусовка у меня московская, по сути, получается, и также там, да, 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 вот, у вас там бомжи, ой, ну, ладно, братан, извини ты, вис, это хуй, даже слух режет, непривычно. До определенного времени такой, прям, витриной, вывеской всего питерского футбола все-таки был мюзик-кол, но это прям был когда-то бух такое, да, потом, соответственно, внутренние моменты, которые там, я не знаю, я не знаю, произошли, отошли, ребята, да, да, и становятся банды шведок, да, вот именно это разделение, оно как-то повлияло на то, что мюзик-кол остановил какое-то свое развитие. Да, потому что за шведом ушли люди, которые делали тему. То есть, если бы этого не произошло, сейчас бы, наверное, можно предполагать, чтобы... Ну, да, там они на уроке, да, на самом деле, столько лет прошло, и половина людей все равно подрастерялась где-то там, сямка бы, жизнь идет тоже, у многих семьи там, знаешь, уже. На самом деле, это очень момент такой произошел, и когда швед отделился, ну, он не тащил никого, за ним люди пошли. И я его, я прекрасно понимаю людей, потому что я также за ним пошел, как бы, пришел к нему в коллектив из-за того, что мне было, мне комфортно было, там, как бы, бороться мои, это все там. И были темы, ну, я в них еще не был, не участвовал, я позже пришел здесь же с москвичами, которые прошли, одна и вторая. Даже, ну, скажем так, после одной, которая, там, люди в больнице лежат, там, с нашей стороны и с той стороны. Два человека лежат, так, с в Москве человек очухивается, он говорю, бля, чё, как, куда, чего, там, проиграли, нет, вы выиграли, это не победа. Ну, там, класс людей был охуенный. Он так же остался, да, там, у нас там произошли, там, одни моменты, там, другие, там тоже разлад был, там, и все это прошло, пережили. Мы все просто, так скажем, рассматриваем в ракурсе, да, взаимоотношения Питера и Москвы. Мне всегда интересовало, ну, я думаю, всех в Санкт-Петербурге интересовало, почему, ну, количество побед в пользу Москвы, вот. Ну, понятно, что это целый ряд проблем, признаков, причин, но мне кажется, еще вот, я расскажу одну историю, которая подчеркивает, вот, знаешь, как бы, московское, да, отношение к движухе и петербургское, да, петербургское. Это был, там, 5-6 год, у одной, там, питерской организации, да, была встреча в лесах с другой, московской организацией. Петр Кусевский, да, с кабанами. Пусть едем наши, не будет силы, да, пока мы едины, мы не победимы, пока мы едины, мы не победимы, а не в лесах, не все за того. Это был конец 5-го, начало 6-го года, была честная встреча, договоренность, ну, естественно, на середине пути, все эти места знают, обхожены. Встреча состоялась, и состоялась она в одну калинку в пользу Москвы, там, за 30-40 секунд. Вопрос к подходу, ну, вот, они говорят, да мы там взяли, там, тренера, у нас там было, там, 5 дней в неделю тренировки, там, чуть ли не массажист свой, все, мы там, нам чуть ли не запрещали, там, секс, там, все, мы готовились, там, рвали, метали, все. Вот за месяц мы там просто, ну, стали, подготовились очень серьезно. Вы же, наверное, тоже так к нам готовились. А я, ну, как бы вспоминаю эту всю историю. Приезжая с дачи, с пирожком от бабушки. Учитывая, учитывая, да, что мы, ну, я на эту драку вообще поехал с похмельем. Мы там тусовались, как бы туда три часа поспали, вот. Ну, и, в общем, и целом, это показало разницу в отношении и в организации. Потому что мы это все воспринимали больше, ну, знаешь, ну, это как бы, ну, глум, тусовка, такая вот, как бы, движуха туда-сюда. А уже в Москве был, уже тогда был подход такой, люди к этому, ну, целенаправленно подходили. Там чуть ли не психолог личный, да, вот. И, конечно, уровень, это вот, ну, сразу вот очертило и показало, да, куда нужно, как бы, двигаться. Это вот и игру. Пятый год. Ну, в принципе, так и осталось. Просто, если хочешь выиграть, надо тренироваться. Потому что уровень Москвы, ну, это уровень Москвы, это Грувара, там, мы там с контор, там Грувара, там, 10 человек, там, 15 пытаешься набрать. А Москва, там, Грувара, с регионов, блин, собирает, там, 30 человек, там, просто вот так вот, блин, по щелочку. И они еще из 30 выбирают еще 15 самых пи***ток, знаешь, Грувара. Был залет в Испании после матча с Вильериалом. Вот, все началось с того, что тогда как раз был кипиш в Косово, были везде баннеры в поддержку Сербии, Косово и так далее. Какой год, Косово? 2008. Вот, у нас был первый выезд Вильериал европейский после Нового года. Это был кубок Уфаковский наш победный год. Вот, соответственно, на секторе, когда развесили баннеры, зашел местный испанский ОМОН. Я думаю, все наслышаны об испанских мусорах и об их методиках. Они были прогнаны со стадиона, но потом по окончанию приняли несколько человек и в итоге мы там застряли на определенный срок. На какой? Ну, нам повезло. За нас внесли залог. Благодаря усилиям, опять же таки, ну, я округлю это, вираж. Ну, и тогда в клубе работали более лайные люди к фанатам. То есть, как бы, фанаты вместе с клубом. Ну, вот, нашли выход и заплатили за лотку. А сколько ты отсидел-то? Вопрос-то был. Три месяца, по-моему. Два с половиной примерно месяца. Свернулся я и настоящий день. Зенит разгромил, Баварию 4-0. Но, к сожалению, попасть на финал я не смог, поскольку все наши документы остались в Испании и в Сибири. Смотрим просто про Манчестер, в который Кении не попал. Я там до стадиона буквально не доехал 7 километров, а может, даже меньше. Произошел некий конфликт с шотландцами. Они толпой в 300 человек. А вы же играли с Рейнджерс? Да, 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 да. И они там приехали, там запланили весь город. И они там толпой в 300 человек, которые гуляли в одном из баров, решили поконфликтовать. Нас было примерно человек 30. Но конфликт в итоге вышел не в их сторону. Но, да, печальная история заключается в том, что там я потерял сумку и при попытке вернуться в бар. И вот у них какая-то такая скотская история. Ну, я так понимаю, что во всей Великобритании они не обламываются, издают фанатов противоположных клубов мусорам. Ну, то есть нет никакого правил, то никак у нас. Ну, да, да, какой-то культуры нет. И меня там задержали, отвезли в отделение. И в итоге футбольный матч в камеру мне приходился, сообщал там какой-то констембль. После матча меня отпустили, сказали, что мы посмотрели видео с бара, у них там все в камерах. И сказали, говорят, ты ни в чем не виноват. И, в принципе, как бы-то мы видим, что, как бы, ну, вы не могли начать эту драку, потому что вас слишком мало, как бы. И, да, отпустили. Кстати, я помню один случай. Как раз-таки он был озвучен на мясном сайте «Фанатики». Значит, не помню, какой год. Вот тоже играло мясо в Питере. Мы мутили на мясо, встретили состав. В итоге отжали розу дружбы «Спартака» и «Цервина Звезды». Вот. И через неделю как раз полетел в Белград на дерби «Цервина Звезда Рад». Вот. И, соответственно, подарил парням из Рада, из «Цервина Звезды» эту розу. То есть они сжигали «Цервина Звезды», там всякие флаги отобранные у них. Вот. И также сгорела эта роза «Спартака» «Цервина Звезды». Как раз в кинофанатике был вопрос, почему ребята из «Цервина Звезды» сжигают мясную розу. А, кстати говоря, у вас какие-то отношения с «Цервина Звезды» именно у «Зенита» зародились по итогу или нет? Ну, слушай, это больше личностное. Опять же таки, с их стороны и с нашей стороны, как бы, если посмотреть краски на лозунг «Футболка» и на лозунг «Зенайт Форс», у них сами против «Свих». А один против всех? И у «Незик Холла» один против всех, как, в принципе, у нашей движухи. Вот. И поэтому было решено. То есть, как бы, общаемся на личностных. В каких-то контактах они не раз проезжали составом за нас Европу тоже на Евроматче. Вот именно, чтобы объявлять, вот как все московские команды, о дружбе, в мире жвачки, такого нет. Ну, при этом говорят, что «РАТ» наиболее радикальная такая сербская команда. То есть, там ультраправые, по-моему, такие ребята. Да. Слушай, не без того. Я даже скажу то, что сын нынешнего президента гоняет за «РАТ» и ходит в постоянный домашний матч. Ну, они все это разделяют, поскольку с ним охрана. Не, ну, если… Ну, сам факт с фактом. Его отец, президент Сербии, болеет за «ЦРЭНУ ЗВЕЗДУ». Сын у него топит за «РАТ». Если в целом говорить о взаимоотношениях «Зенита» с сербскими клубами, то официальная оппозиция «Зенита» и, в принципе, она такая и является, что «Зенит» не делит Сербию на клубы. То есть, мы, ну, дружим там со всеми, как бы, ну, дружим именно с народом, а не с какими-то футбольными клубами. И, на самом деле, это очень… Сербии понимают и уважают. Я помню, у меня был случай, когда я ездил, ну, в 2011 году ездил по Сербии и договорился съездить как раз с «РАДом» на выезд. Так как у меня там и знакомые были, и в ходе поездки я еще на у меня оброс. И вот это как раз гостеприимство сербское. Когда мы уже едем обратно, они спрашивают, а где ты живешь? Как бы, ну, говорю, ну, я там живу у ребят из знакомых из «ЦРЭНУ ЗВЕЗДЫ». Они говорят, все, ты сегодня, говорит, живешь у нас, как бы, где-то в жопу у «ЗВЕЗДУ». Как бы, ну, ты тусуешься с нами? Я говорю, давайте, ребят, ну, так, это мои друзья. Я их уже какой-то период знаю. Они приезжали в Петербург. Мы в Петербурге познакомились как раз перед матчем с Хорватией. Вы должны понимать, что вот мы с «ЦРЭНУ ЗВЕЗДУ» и мы дружим со всеми. То есть мы никого не делим, как бы, я не могу так относиться к своим друзьям. И они в этом плане отнеслись очень понимающе. Говорят, окей, мы тебя поняли, как бы, никаких претензий нет. Единственное, говорит, что нам пофиг, все равно ужинать, что сегодня с нами, как бы, ну. Ну, то есть, ну, в таком, как бы. И потом они же нормально приходили, но на самом деле есть момент в том, когда уже я там две недели отдыхал в Сербии, когда я увидел, что вот эти радикально настроенные фанаты из того же Рада шикарно там дружат с друзьями со двора, которые болеют за ту же звезду. Прозвучало слово «ВИРАЖ», это такое классное у вас обозначение, ну, наверное, всей движухи. Вот может каждый сказать, что для него сейчас, в данный момент развития фанатизма, современности, значит, «ВИРАЖ»? Ну, я скажу, наверное, от себя лично. Для меня было всегда разограничение болельщиков, фанатов, ультрасов и хулиганов. Вот. Я, ну, на самом деле не очень много достойных людей знаю именно из ультраскультуры. Я как-то вот как вошел в хулиганскую стезю, вот, так с теми общаясь. А именно вот ультрас «ВИРАЖ» как бы для меня, ну, оно есть, но это как бы не мое. Для меня именно вот парни из движухи, из коллектива – вот это вот мое. А вот все общее, ну, это да, это картинка. На самом деле так и есть то, что реально по ультрасам, да, но они молодцы, они вот и красоту делают. Мы делаем другую уже работу. Как бы подраспределить… Нет, и у них тоже есть там в свое время, по крайней мере. Сейчас я вообще без понятия, что вообще происходит у них там. Раньше были там и боевые, которые могут подраться с там, не за суд там, все дела. У них перформанс, у нас работа другая. Ну, кстати, если вспомнить как раз-таки общую тему, у нас вспомнил, вот, был выезд в Томск. История этого выезда была в том, что, когда приезжали болельщики обычные в Томск, местные, ну, постоянно в большом количестве накрывали наши маленькие группы. Вот, соответственно, шкала, так сказать, дошла до максимума. Было решено выездить туда, поскольку, поскольку состав. И, как бы, ребятам рассказать, что, как бы, не стоит таким заниматься. Если хотите драться, давайте драться честно. Вот, и получилось так, то, что половина самолета было хулиганья, половина самолета ультрасов. Вот, по прилету туда узнается то, что Томск со всеми там областями и прочим собрали, не помню. 200 человек было. Да, порядка там. Человек, из которых, когда они узнали, что Зенит какой-то состав вывез, там у нас 135 человек было. Сотка такая, ой, мы пойдем пописать. И осталось всего их, как бы, там чем-то. Там было меньше, меньше 135. У нас всего самолет был 120. Ну, значит, 120. Ну, 120. В общем, с нашего самолета было сказано, то есть, все ультрасы и прочее, чтобы доказать свою любовь к клубу, идем с нами. Ну, вы, естественно, мы первые ряды. Вы сзади там уже дорабатываете то, что есть. Вот. Вышли на поляну. Ну, их все равно там было на поляне больше, чем нас изначально. Единственное, что после, как бы, сходки там большая часть уже их побежала. Остальные, кто-то там принял бой, кто-то остался лежать. Ну, соответственно... После этого нападки прошли. После этого нападки прошли. Ну, вообще, на выезда, да. Да, больше кузьмичей наших не трогали в Томске никогда. И это грустно. Ну, вообще, про вираж... Что для меня лично вираж. Все-таки, я... Вот, мне никогда не нравилось вот это разделение людей на, там, да, там, ты ультрас, ты хулиган, там, ты, не знаю, шарфиками там махаешь, ты просто болельщик. Понятно, что есть, ну, есть обычные люди, да, которые живут своей жизнью, но если ты, в общем и целом, ты принимаешь правила этой игры, ты понимаешь, например, да, что, там, фанайди-то плохо, я не знаю. Даже ты можешь на выезда не ездить, но ты принимаешь правила этой игры, понимаешь, что это и к чему это ведет. Ты понимаешь, что, там, Спартак, там, москвичи, это наши, там, соперники, туда-сюда. То есть, простые правила игры ты принимаешь, ты уже, можно сказать, вираж, ты, можно сказать, уже часть движа. Каждый, ну, делает то, что он может. И вот это разделение, оно и в обществе, и в движухе мне никогда не нравилось. Ну, да, хорошо тебя, хорошо, ну, тебе нравится, там, людей бить, ну, класс, ну, чё. А вот человеку не нравится, он, ну, против насилия. Если, да, конечно, до него докопается, он, там, даст сдачу, как может. Ну, мы же не можем всех заставить, всех, там, топовыми бойцами сделать. Ну, а при этом, при всем, ну, он считает себя частью Зенита, и ты считаешь себя частью Зенита. Все мы вместе, вот это и есть как раз вираж. Это и есть как раз вираж. ходите на трибуну болейте за зенит зенит чемпион самом деле всем бы хотелось пожелать крепского здоровья мирного неба над головой чтобы все воспитывая своих детей правильно и будьте в ниже хотел бы сказать всем ребятам всем кто кто в теме или около темы к тем кто когда-то был в теме хотелось бы чтобы мы в общем все не были какими-то там врагами то что у нас там раньше то было то все вспоминали а наоборот пытались как-то объединиться делать какие-то вместе дела мы все повзрослели делать какой-то бизнес я не знаю какие-то сообщества создавать только один у нас путь фанатизм это весело это на того стоит ребят спасибо огромное за классную беседу такой прям нафталином покрыты воспоминания но очень приятные и возбуждающие у некоторых определенные флешбеки да как говорится я по традиции вручаю вам футболки наши программы сделанные в ваших сине-бело-голубых цветах у что-то вот с такой вот эмблемой кто знает тот поймет очень долго договариваешься напечатать пожалуйста не знаю так а ну это вам за 4 вы не знают попробуешь не знаю вроде как должно было быть нормально так значит соответственно еще одна футболка с надписью этому я вас так вот как можно было сделать носить с удовольствием еще одну такую черную футболку не как нам не именно черного цвета получит один из вас кто будет оставлять комментарии под этим видео то есть самый залаки на комментарий то есть который понравится большинству зрителей и получит футболку движек где бы вы ни находились мы отправим ее вам оставляйте комменты именно но и вы всегда были подписались то еще колокольчик пил но и вы всегда будете в движет помню были времена 15 лет назад когда все бились лаги за фирмы до пробивали на собаках выезда последний хлеб с майонезом делили